Привет, друзья! Вы на канале Будни инвалидов. Меня зовут Алексей, для тех, кто не знает, и впервые на моем канале. Ну, а для всех старых зрителей, я думаю, это не секрет. Сегодня хочу поговорить с вами о такой теме, как отток населения из Забайкальского края, и в частности из Читы. Почему мне навеяло записать ролик на эту тему? Потому что она для меня как бы актуальна. Потому что я живу в Чите, в Забайкальском крае, люблю свой край. И, конечно, хочется, чтобы он развивался, чтобы была промышленность, чтобы у людей была работа. Но на деле происходит все с точностью до наоборот. Итак, наливайте себе кофейку, чайку. Я себе налил. Приятного аппетита. Посидим так вот дружески, попьем чай, попьем кофе, поговорим о насущных проблемах. Что навеяло меня заснять такой ролик конкретно? В этом году у меня два брата, родной и двоюродный, уехали из Читы. Уехали в среднюю полосу России, ближе к западу, ближе к Москве, в Воронеж. Воронеж 500 километров от Москвы. Вот сначала двоюродный брат уехал, и вот в этом месяце, буквально на днях, уехал брат родной. И я их понимаю, я их поддерживаю, потому что перспектив в Чите, по сути, для молодых людей, для молодых семей нет никаких. Но сейчас поговорим об этих причинах, почему люди уезжают. И вообще, конечно, меня это очень расстраивает, это очень печально, потому что очень жаль, очень жаль. Хотелось, чтобы край действительно развивался, чтобы у него была какая-то промышленность. И люди работали во благо именно нашего края. Но люди, вот в основном молодое поколение, да, вот у меня братья 91-го года, они уезжают. Они стараются уехать куда-то подальше на запад, в среднюю полосу, так сказать, для поиска лучшей жизни для своих семей, для себя. На самом деле причин множество. Первая причина, естественно, это в Чите нет никакой работы. Никакого производства нет. В Чите все, что делается, это купи-продай. То есть предприниматели, да, везут какие-то товары из Китая, либо с Запада и продают. Все. В Чите все заводы, которые были, все закрылись. Машиностроительный завод. Вот сегодня мы проезжали в месте, где я стоял отличный, где я практику проходил, когда учился в техникуме. Железобетонный завод тоже закрыт. Все развалено, никаких предприятий нет. Вот завод такой, чтобы пошел куда-то человек, достойную зарплату получал. Нет в Чите. Никакого в Чите нет производства. Купи-продай, да, это в такси. Молодому человеку, вот у меня братья работали, один работал на перевозках грузопережных. Первый работал на перевозке на грузовике, второй в такси. Идти куда-то продавцом, ну это не их, да, им допустим не нравится это. И больше перспектив никаких нет. Это первая основная причина. Я посмотрел по статистике, в этом году за 9 месяцев отток населения из Забайкальского края, с всего Забайкальского края, это официальная статистика, повторюсь. Потому что официальная статистика с фактами, с реальностью несколько отличается. Потому что люди же многие, никто не выписывается, то есть неофициально, грубо говоря, переезжает в другой регион, оставаясь прописанными здесь. По официальной статистике только. Отток населения в 20-м году с января по сентябрь месяц составил 3700 человек. То есть, представляете, для нашего края это колоссальная сумма, колоссальный резерв, да, рабочий резерв, трудовой резерв, который просто взял и уехал в другой регион, который не будет платить налоги, не будет ходить у нас в магазинах, не будет у нас что-то делать, развивать наш край. Несмотря, да, даже на политику государства о дальневосточном регионе, потому что нас присоединили к дальневосточникам сейчас, мы сейчас Дальний Восток считаемся, хотя Забайкальский край он всегда был Забайкальским краем. Душа болит, конечно, за наш край, за Читу. Вторая причина, конечно же, это тоже климат. У нас резко континентальный климат, потому что вот сейчас уже все, уже начинаются морозы. Ну как морозы еще не начинаются, еще как бы терпимо. Но у нас резко континентальный климат, потому что днем может быть плюс, ночью минус. Плюс 15 может быть днем, ночью может быть минус 10. То есть резкие перепады, это во многом, конечно, отражается, конечно, и на здоровье, и вообще на чувствах, чувстве человека, да, что он находится в комфортной среде для себя. Это тоже как бы имеет под собой подоплеку, потому что многие хотят жить где солнышко, где море, где всегда тепло. Ну как бы вот так. Еще о причинах. Еще о причинах. Ну как бы основные я уже выделил, да, то, что у людей нет перспективы. Все хотят, мы все выбираем место, где нам, как говорится, глубо, вот есть такая поговорка, рыба любит, где поглубже человек любит, где ему покомфортнее, грубо говоря. И на самом деле хотелось бы, чтобы наоборот, вот государство, да, сделало гектар, да, этот дальневосточный. Но оформить его на словах очень легко и просто. Выбрал себе участок, подал заявку, тебе выделили, все, поехал там что-то делать и работать. На деле оказывается, что ты выбираешь участок, какой тебе нравится, где тебе нравится, а по факту получается, что тебе выдают участок где-то там в болотистой местности, либо в труднодоступной местности, где нет ни электричества, где нет воды и все остальное. То есть, как он работает, ну, кому-то может быть повезло, кто-то работает. Опять же, может кто-то сейчас сказать, что, ну, кто не хочет работать, кто-то не работает. На самом деле, кто хочет, кто-то работает, у того все получается. Очень много этих препонов, очень много палок в колеса, как говорится. И поэтому у людей не получается, как бы, ну, заняться тем, чем они хотят. Ну, это факт, это как бы факт налицо. Об этом, конечно, умалчивается, но по телевизору у нас все хорошо. Ой, как у нас все хорошо, у нас все отлично, Дальневосточный гектар, учителям миллион выплачивают в труднодоступную местность. Но по факту, на деле, получается, что, да, люди получают деньги, они едут, но получают не то, что хотели. Допустим, вот взять, у меня есть знакомые с районов, да, вот Борзинский район. Туда в больницу людей как в ссылку отправляют, потому что никто не хочет там работать, грамотных специалистов. Они, конечно, есть, их люди-самородки всегда везде, в любой отрасли находятся, но на самом деле туда как в ссылку отправляют, потому что, ну, не хотят люди в таких условиях жить, где нет ни инфраструктуры, ничего. То есть, из-за этого, естественно, происходит такой естественный отток населения. Да, из Читы, допустим, уезжают люди, которые раньше здесь жили, уезжают в другие регионы, на запад, еще куда-то, из деревень, из районов, из развалившихся деревень приезжают уже к нам в Читу. То есть, как бы, ну, есть небольшое такое импортозамещение, грубо говоря, но проблему это не решает никак, никоим образом. Потому что первая проблема, точнее, первопричина всего этому, что создайте людям нормальные условия, чтобы они могли жить, работать, радоваться, платить налоги в крае, и край будет процветать. Это же все можно сделать. Вот, взять, допустим, Агинский автономный округ. Им, когда сделали автономию, ну, это было уже давненько, как бы, сделали им автономию и освободили их от федеральных налогов на 5 лет. И, то есть, они развились до такого, что молодым семьям, пожалуйста, вот вам дом. Семья, то есть, зародилась, родился ребенок, даже, по-моему, без ребенка, и у них такие условия были просто. А единственное условие у них было, чтобы они работали у себя в крае. То есть, вот в Агинском, это населенный пункт у нас в Забайкальском крае. То есть, вот, пожалуйста, создайте условия людям, и люди будут оставаться, будут работать во благо себя, во благо своих семей, во благо своего края. Почему этого не делается? А делается все, чтобы люди, ну, как, может быть, и специально, может быть, и не специально, но все делается так, ставятся люди в такое положение, что они вынуждены, вынуждены собирать вещи, продавать здесь дома. А, еще третья причина, о которой я не сказал, это, естественно, цены. Цены у нас, можно сказать, что заоблачные, потому что цены на все очень большие, включая бензин, продукты питания и все остальное. Цены высокие. Люди, когда получают, там, 30 тысяч, они считают, что это, как бы, средний. Хотя, на самом деле, я считаю, что это очень мало для людей у нас в крае получать. Вот кто живет, допустим, в собственном доме, в частном доме, дрова нужно купить. В этом году дрова подорожали. То есть, дрова нужно купить, отопить себя и свой дом, свою семью. И как жить людям? Именно поэтому люди и уезжают. Ну, как бы, вот такая тема. Я прошу вас, пожалуйста, напишите в комментариях, как в ваших регионах состоят дела по поводу оттока населения. И что вы вообще думаете по этому поводу. Ну, как всегда, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк, пишите свои комментарии. Я вас всех крепко обнимаю. Ну и до новых встреч. Пока-пока.